Утро доброе. Лёша ещё досыпает. Но сегодня с погодой что-то не то. Вот там такая туча. Дождь загнал нас под крышу. Намочил нам стол. Но ему это не страшно. Чуть-чуть штули намокли. Лёша там собирает палатку. Как только я всё поставила под крышу, дождь прекратился. Небо затянуто всё равно. Будем кушать сегодня под крышей. Время 10.24. Мы собрали лагерь и выдвигаемся. Ничего не снимали, потому что пошёл какой-то дождик. Нам пришлось срочно переносить кухню под крышу. Потом сушили палатку от дождя. Немножко задержались из-за этого. Сезон ловли лосося и форели на реках до 31 августа. И у нас есть ещё несколько дней. Лицензию можно купить везде. На почте, в заправках, в спортивных магазинах. Главное задаться целью, а купить не проблема. Да всё. Пакуемся, поехали. Мусор выбросим ещё по дороге. А вот там плотина. Большущее водохранение ещё с дамбой. Все останавливаются там, побросать камешки в воду. Едем по высокогорному плато. 500 метров над уровнем моря. Но пока это самая высокая точка, где мы были за эту поездку. За эту поездку, да. Пока едем к нашей точке. Место для пикника на озере. Забавно, что мы анонсировали путешествие по Скандиналии. Что-то пошло не так. Поехали просто в Швецию и Норвегию. Идём покупать рыболовную лицензию. Квест выполнен. Осталось найти место для рыбалки. Пришли на реку реализовывать нашу рыболовную лицензию. Но пока что тут ухрячок. Это всегда так, когда я прихожу на рыбалку. Надо стараться, Лёша. 10 евро. Плата за спокойствие. Ну, хотя бы ветер притих немножко. А вот какие туалеты бывают в Швеции. С видом неплохим. Такой сидишь ты тут, а вид у тебя вот такой. Пока я ходил вдоль реки с удочкой. Лиля приготовила поесть. Думаете, я что-то поймал? Ну, если бы поймал, я бы вам показал. А раз не показываю, значит море, продукты. И продолжаем доедать килограммы киевских фрикаделек. Вот такая речушка здесь. Чтоб я еще был рыбак. А то я просто так и не рыбак, и не просто так ерундой занимаюсь. В прошлый раз, я думаю, что мне просто крупно повезло. То, что я словил форелину. Как говорят, новичкам везет. Вот и мне повезло тогда. Изменили место дислокации. Лёша пошел пытаться раздобыть нам еду. Как вам такое? Даже в Швеции встречаются люди, которые делают вот такие вещи. Начинает накрапывать дождик, поэтому иду к машине. Водичка чистейшая. Но рыбы, увы, мы так и не поймали. Поехали дальше искать наше место. Сегодняшнее наше место ночевки выглядит вот так. Покрытый мхом стол. И вот такая небольшая полянка. В 30-40 метрах идет дорога, по которой мы проезжали. Поискали еще несколько мест, но ничего интересного нам не подвернулось. Поэтому мы решили остановиться здесь. Там в 40 метрах течет река. Здесь мы сегодня будем ночевать. Достаем палатку. Итак, еще даже не стемнело, а мы уже разбили свой лагерь. Лёша, что ты там делаешь? Мы решили использовать корпон. Это гриль. Первые, как говорится, угли в этом гриле. Гриле, да. Мы собираемся жарить колбаски. И для паджига у нас есть вот такая вот мега штука. Мимо-то не лей. А то он сейчас как пыхнет, блин, снимаю. Оооо, кастрик. А мы хотели покупать одноразовый гриль. Но мне кажется, что вот эта штука гораздо удобнее. Занимает в машине практически столько же места. Очень удобная вещь. Если вам понравилась эта штука, вы знаете, где ее купить. Чтоб вы знали, мы прочитали инструкцию к грилю полностью. Там рекомендуется перед первым использованием, а также перед каждым использованием, мазать решетку подсолнечным маслом. Вот такой вот замечательный кастрик у нас получается. Лёша подбрасывает к углям мелкие веточки, щепочки. Даже еще не темно. Небо что-то капает непонятно, то ли дождь, то ли что. Когда есть какой-то огонек, да, то сразу становится намного уютнее. На самом деле, на этой площадке нас трое. Я, Лёша и капитан Морган. Ну и, конечно же, груши. Вот и наши сосисоны. Выглядит неплохо. Сидели мы, сидели и подумали, что как-то не хватает уюта. Поэтому мы решили сделать следующее. Повесить фонарики. Как вам? Сидим на природе, где-то в шведской глуши. Но у нас есть вот такая вот праздничная атмосфера. Супер, по-моему. Просто, просто. Очень классный свет гирлянды. Теплый такой. Так, кто здесь отгрыз кусок сосиски? Нет, я не отгрызала. Ладно, это был я. Ах ты. Чувствуется хорошо. У нас на ужин яйца. Даже еще чуть-чуть тепло. С сосисонами. Тут все хорошо. Посмотрите, какая красота у нас тут. Как дома. Фонарики, костерок. Пахнут к сосисочке. Ну все. Я прошу вас к столу. На часах 9.27. Сегодня шестой день нашего путешествия. И с утра зарядил дождь. Поэтому мы очень быстро позавтракали. Бутербродом из кофе. Собрали палатку. Выдвигаемся в Норвегию. Сегодня мы уже точно туда должны доехать, да? Да сто пудов. Тут мы вообще, наверное, километров сорок от Норвегии. Погнали. Норвегия через 17 километров. Но навигаторы нам говорят следующее. Что можно поехать туда двумя дорогами. Одна дорога, это дорога с приключениями. Как мы ее называем. Это вот эта. Тут вот и есть будут гравийные дороги. А вторая дорога обычная, по которой ездят все нормальные люди. Это она вот так вот вниз и вот сюда. Но мы, конечно же, выбираем дорогу с приключениями. И едем через гравийку. В путь через 3, 2, 1. На карте показалась граница. Мишлагбаум. С какой-то штукой, чтобы мы быстро не ехали. Теперь мы точно уже в Норвегии. Да, вот там уже знак лоси 9 километров. Как мы знаем с прошлой поездки, что если они пишут, что лоси 9 километров, то они тут будут, да. Норвегия нас встречает своей типичной погодой. Как провожала в прошлый раз, так и встречает. Гравийка ровнее, чем некоторые у нас дороги международные. М1 так точно отдыхает. Слева там какое-то озерцо. Горы же здесь заметно вышли. Леша на лицо, когда мы в Норвегии. Где все люди вообще? О, палаточка. Шведы, здесь для тентов специальное место. Вот это я понимаю. Вот вам, пожалуйста, ставьте палаточку. Сейчас выйдем, осмотримся, короче, тут. Я думаю, пришло время надеть правильную обувь. Для прогулки под дождем. Правильная обувь. Правильные штанцы. И вот это та самая куртка, ради которой мы возвращались. Смотрите, как выглядит машина после гравийки. Это просто жесть. А была такая чистая. Короче, здесь есть северные олени. Это мы вместе выпаса этих северных оленей. Добро пожаловать. О! О, супер! Свет есть. Информация. Как-то район, в котором живут саамы. Происходит выпас северных оленей. Сейчас время, в которое северные олени мигрируют в поисках грибов. Слушайте, как сделано, да? Очень клево. Здесь реально настоящие шкуры. Продолжаем осмотр стоянки для отдыха в национальном парке. Обнаружили какой-то электронный девайс. Сейчас будем разбираться, что к чему. Black Box AV. Это можно прослушать национал парк. Нужно крутить, чтобы работало. Это динамо-машина. Не нужно никакого электричества, ничего. Просто коробочка. Крутишь ручку, вырабатываешь электричество и слушаешь информацию. Дошли до озера. Лиля решилась набрать воды из озера. Надо и спить водицы. Озерная вода. Вкус озера. Рыбки там. Да. Но я, пожалуй, ее больше не буду пить. Так, посмотрим, что они тут предлагают. Классический туалет. Ладно. Заметили такую интересную вещь, что вот как только мы пересекли границу Швеции и Норвегии, на первой же стоянке мы встретили палатки. То есть люди приезжают с палатками и ночуют так же, как и мы. В Швеции мы нигде не встречали людей, которые путешествуют на машине с палаткой. Вот такое наблюдение. А вот и наши друзья. Северные олени. Давно не виделись, ребятки. Идут по своим делам просто. Это вы тут как бы катаетесь. Эй, красавчики. Маленький олененок вообще такой лапочкой. Опа, писает. Ясно. Испугался, видимо. Продолжаем наше приключение по гравийным дорогам. Обнаружили тут параллельно с дорогой реку. Сегодня мы едем на водопады, а потом будем двигаться в сторону Атлантической дороги. Ну и попутно будем заезжать во всякие интересные места. Такая вот речка с чистейшей водичкой. И фигачий дождь просто от души. Леша застыл просто от такой красоты. Едем дальше. Остановились на очередной парковочке. Здесь, если есть парковка, значит, обязательно есть крутой вид. И сейчас мы в этом убедимся. Ух! Бурная река. Обалденно просто. Надо спуститься пониже, чтобы ощутить всю мощь течения. Шумно и очень красиво. Водичка, кстати, не совсем ледяная. Я думала, будет холоднее. Есть местечко тут, где река не такая бурная. Сейчас попробую туда пробраться. У-у-у! Черничка. Вкуснота. Вот, куда я шла. Заводь небольшую. Блин, как только слышу, шум воды сразу в туалет хочется. А вот здесь еще голубика огромная. Блин, скользкие камни-караул. Там прям такой порог. Прям волна вот там поднимается. Супер! О, а кто-то свой резиновый сапог оставил. Все-таки я решила дойти до тех большущих камней, которые преграждают на рогу в воде. Они скользкие. Я пока держусь. У-у-у! Куда идти непонятно. Как-то пробираюсь. Помогаю себе рукой. Леша куда-то пропал из виду. Хочу вон к тому камню. Дойду ли? Скользко, капец. Безудержное веселье. Особенно когда в одной руке камера. Я сделала это. Вот там проход. Я дошла и даже не упала. Дождь прекратился наконец-то. И можно спокойно постоять, насладиться природой. А вон там пробирается Леша. Увидели табличку с направлением к реке. До нее 800 метров. А еще и сходить. Леша взял удочку. Вокруг полно ягод. Мох. А мне. Если бы еще солнышко было, было вообще супер. Но даже в такую погоду все выглядит очень красиво. Мох. Он такой мягкий. Так, входим в полосу лесную. Леша куда-то скрылся уже за пригорком. Надеюсь, он не сильно далеко от меня ушел. Думала ли, какой олень выбежит на меня. Такой нормальный уклончик на самом деле. Торопатная, топканная. Дошли до какой-то чащи. На камнях скользко. Огромная черника. Господи, я не могу пройти мимо нее. Она просто очень вкусная. И очень большая. Дорожка очень живописная. Кажется, дождь начинается. Подниматься мы будем значительно дольше. Я тебе так скажу. Нам туда. Чтобы вы понимали уклон. В принципе, идет все нормально. Так что пойдем. Самый сложный участок пройден. Него не снимала, потому что там надо было держать равновесие немножко. О, боже, как жарко. Ну что, мы дошли. Дождище льет. Ух, Леша сейчас попытается что-то побросать. Чисто кетч эндрелиз. Вот такая специальная фича. Самодельная. Фух, мне жарко. Ну, красота же вокруг. Ух. Специальный походный спиннинг. Первый улов. По-моему, неплохо для начала. На самом деле, льет офигенный дождь. Пока рыбы нет. О, второй улов. Маховая форель. Восек возле берега. Смотрите-ка, вот еще на этот мох. Сколько здесь видов мха. Я даже не могу представить. Идем домой. Дождь очень сильный сейчас. Сейчас нам предстоит веселье. На часах 13.53. И мы начинаем наш подъем наверх. Я думаю, что он займет около часа. Но посмотрим. По-моему, ты мою жопу снимаешь. Не-е-ет. Подниматься-то вам не спускаться. Такой милый домик тут. Давай, поднимайся. Вы придете жопу твоей снимать. Что там у нас теперь? Поднялись на 21 метр вверх. Офигеть просто. Судя по навигатору, машину мы оставили где-то на 350 метров выше. Ну, пойдем. Пойдем. Там столик газовая прита. Палминчик. Идем дальше. Фух. Нам туда. Он когда ниже опускаешь, туда наполняется. Офигеть, какая вкусная вода, ребята. Вкуснее, чем из озера. Все, теперь можно идти дальше. Нормально. Справимся. Да уж. Нифига мы с тобой не горные сайгаки. На 76 метров вверх поднялись. Идем верной дорогой. Мы все еще идем. Подпитываемся энергией у природы. Едим черничку. Мы поднялись на 153 метра. Фух. Кажется, мы уже доходим. Кодяк. Я уже там. Мы поднялись. Итоги. Время. 14.20. Перепад высоты. Без 5 метров 200. И поднялись мы за полчаса. Неплохо. Для жиробаса. Майку можно выжимать. Надо переодеться. Да, так все мы с тобой хайкеры. Ну, если мы хотя бы раз в два дня будем так ходить, я думаю, что у нас что-нибудь и получится. Вижу цель. Иду к цели. Очередной норвежский туалет. На крыше растут сосны. Тут у нас унитаз. Бумажечка. Окошечко. График уборки. А с той стороны река, внизу, типичная норвежская стояночка. Место для пикника. Мы, между прочим, туда вниз спускались. И мы куда-то вон там, мне кажется, где-то были за поворотом, за вот тем. Дождь льет, как из ведра. Мы въехали в какой-то небольшой городок. Пока пейзажи от шведских отличаются только наличием норвежских флагов. Мы купили очередную рыбную лицензию. Нам дали вот такую карту. И сказали, куда ехать. Здесь озерцо отметили, и здесь озерцо отметили. Озеро для ловли форели. И сейчас мы отправляемся туда. Также они сказали, что там есть отличное место для палатки. Крытый навес, есть кострище, есть источник пресной воды. Поэтому отправляемся туда. Ну вот мы и на озере. Леша там переобувается в сапоги, потому что здесь местами болотистые такие берега. Ну вот тут такой вот мостик. Из озера вытекает река. Верный признак того, что здесь может водиться форель. А мой рыбак идет. Погода улучшается. Там голубое небо. Два часа мы уже с Лешей рыбачим. И пока ничего. Мы стараемся как можем. Даже я помогаю. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня вечером у нас ужин вот здесь. И ночевать будем вон в той палатке. Тут все устроено очень просто. Оплачиваешь на сайте, потом подходишь сюда, вводишь код какой-то там. И открываешь дверь и живешь. Кстати, мы узнали, что это домик государственный. Предполагаем, что государственный, потому что на этом сайте у них покупается лицензия на рыбалку. И он называется UNAtour. Здесь такая вот метка есть по государственному. Мы нашли на сайте, сколько этот домик стоит. Он стоит ровно 80 евро. На сегодня этот домик свободен. Вот там еще один домик есть, такой же. Он тоже свободен. Поэтому мы с чистой совестью воспользуемся этой террасой и этим столиком, чтобы поужинать. А потом отправимся в свой дом серенький, который мы поставили вдалеке. Итоги сегодняшней рыбалки. Побывали на двух озерах, даже на трех. Перепробовали кучу разной приманки. Ничего не поймали. Удача от нас отвернулась на этот раз. Но мы не сдаемся. Будем пробовать каждый день при возможности такой. И нас еще ждут фьорды, где нам везло в прошлый раз. Пора ужинать. Как ты смотришь насчет ролочка и тушеночки. Будем есть, что дают. Горелку лучше вот здесь поставить. Зажигай. Что мы сегодня попробуем? Туриста Сердес Вагдаль. Пахнет вкусно. Попробуем буржуйской тушенки. Ни хрена себе ты зачерпнул. Судя по рисунку, здесь ее можно прям вот так на хлеб намазывать. Да. Попробуй. Ну, лучше погреть. Соленовато. Ну, погреем, да. Но наша тушенка все-таки больше мясная. На улице 11 градусов тепла. Но вообще мы неплохо устроились, я считаю. Так, палочку мне подай. Пока мы кипятили воду, у нас закончился газ. Поэтому зарядили буржуйский баллон. Жрём роллтоны на чужой террасе. Ставьте лайк. Просто мне сегодня лень готовить. Слушай, мы вообще роллтоны для этого и брали, чтобы их есть. Готовимся ко сну. Вот такой он. Китайцы сделали, Лося. Ты сейчас зайдешь и офигеешься. Держи. Вау. Посмотрите, какой пистолет. Там телефон. Можно попробовать достать. Макароны, гуляш. Соседи у нас тихие, потому что рядом кладбище. А где Лиля? А вот и Лиля. Гусеница.